Здравствуйте! Это главные новости среды в прямом эфире репортера. Меня зовут Григорий Блайда. 16-летнюю Сабрину Турку, которую обвиняют в похищении 9-летнего Андрея Ефимова Малиновский, районный суд отправил под домашний арест. Это единственная мера пресечения, которую можно применить к несовершеннолетней задержанной. Сама девушка дает очень туманное объяснение своего поступка. Никакой ясности не было и в ответах матери обвиняемой. Она рассказала, что дочь нигде не училась и живет вместе с ней. Остальное не помнит. Домашний арест Сабрина Турку проведет в полуподвальном помещении в переулке Нечипурянка, которая в качестве служебного жилья получила ее мать. Учитывая невнятные ответы девушки и сведения о том, что у нее нет никакого образования, уже на следующем заседании суд одобрил второе ходатайство прокуратуры и направил девушку в областной центр психического здоровья для проведения комплексного обследования. Друзья матери похищенного мальчика говорят, что довольны решением суда. На сегодняшний день мы очень довольны результатом, решением судьи о принятии и назначении психиатрической экспертизы на срок два месяца, даже не месяц, как должны были. За это время мы попытаемся выяснить, является ли ее мать, как она называется, ей какой-либо родственницей. Подробности мы дадим объявления во все СМИ, чтобы, может быть, они еще какие-то преступления совершали. За похищение малолетнего ребенка девушке может грозить до пяти лет лишения свободы. Но тем временем корреспонденты и репортеры решили проверить бдительность прохожих и провели свой собственный эксперимент. Они похитили ребенка с детской площадки. Как реагировали взрослые на то, что девочку уводят с игровой площадки чужая женщина, знает моя коллега Анна Городенцева. Безопасность детей это, пожалуй, самое важное для всех родителей. А что может быть более безопасным, чем детская площадка во дворе? Но, как показывают в последнее время, даже здесь ребенок не может чувствовать себя полной безопасности. На днях был похищен 9-летний ребенок. Мы решили восполнить те события и посмотреть, будут ли реагировать посторонние люди, если со двора будут вводить маленькую девочку. Поможет нам в нашем эксперименте 10-летняя Вика. Сегодня она тот самый ребенок, которого разными уловками попытается похитить оператор репортера Наташа. Итак, начнем. Здесь, возле школы, Наташа сыграет распространенную ложь. Я знакомая твоей мамы. Реакции ноль. Может, на площадке мало взрослых. А другие дети заняты игрой. Попробуем более оживленную локацию. Ты в какой школе учишься? С 4-й. Какой? С 4-й. О, прикольно. Я рядом живу. Смотри, тут простые уровни. Короче, ну, типа тут такая игра. Ты открываешь, надо, короче, гоняться за зомбаками. Вот. Ну, прикольно. Я не знаю. Я просто играю в нее уже, наверное, недели две. И у меня все малые тоже играют. Там племянники. И взрослых много. И по разговорам понятно, что Вика с Наташей не знакомы. Может, мы ко мне сходим? Нет. Ну, что ты так? И вновь фиаско. Наша Наташа лишь поймала пару косых взглядов. Максимальное внимание – это просто оглядывались и интересовались, что происходит. Но после этого, или там, когда мы были на площадке с детьми, родители обращали только внимание на своих детей, ну, свое ближе. Или там подростки, которые рядом стояли, просто считали, что я странная и почему я сажусь там, где много людей. Попробуем подойти еще ближе к взрослым. Вдруг так заметят похищение. Наташа предлагает 10-летней Вике полчаса понянчить сына. Обещает заплатить. Рядом я просто… Надо, правда, сбегать просто. Ну, скоро. Ну, давай пойдем. Она мне предлагала пойти домой. Там у нее трехлетний сын. Типа на деньги еще предлагала мне. И самое обидное было то, что никто не обращал внимания на это. Единственное, даже те, которые люди были рядом. Когда мы подсели к людям, которые были рядом, рядом была мамочка с маленьким сыном и женщина и мужчина. Они на нас даже не посмотрели. Как показал наш эксперимент, к сожалению, никто из прохожих не отреагировал на то, что чужого ребенка уводят с детской площадкой. Будьте более бдительными. Помните, что чужих детей не бывает. Эксперимент провели Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Конфликт из-за парковочного места на улице Академика Вильямса закончился стрельбой, ранением и сломанной челюстью. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Вчора выникла сутичка между двумя властниками авто, которые на грунтах чьей-то месте начали сперечаться. И один из них застосовав физическую силу до другого, как заявлено в переднюю. Инший гражданин выхопил пристрел для отстрела травматичных боеприпасов, гумовых куль. И застосовав его, сделал несколько пострелов гражданина, который постраждал. Мужчина, получивший ранение, уже дома, а другой, со сломанной челюстью, до сих пор находится в больнице. И тем временем апелляционный суд Одесской области оставил под стражей Евгения Мефедова и Сергея Долженкова. Просмотр видео автопробега трехлетней давности с участием фигурантов, как и настаивала защита, состоялся. Но убедить в незаконности ареста коллегию не удалось. Апелляция защитника Рыбина удовлетворена частично. Отменено решение Киевского районного суда от 13 октября, которым избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей. Оно отменено. На сегодня вынесено новое определение апелляционным судом Одесской области, который решил, что Мефедов Евгений Игоревич находится под стражей до 17 ноября 2017 года. Аналогичное решение суд вынес и в отношении второго обвиняемого Сергея Долженкова. Ну, в данном случае я считаю, что это было все сделано в принципе умышленно. И таким образом они просто объединили две ухвалы содержания под стражей в одну, чтобы оно хотя бы приобрел какой-то вид законности. Более я это как что-то другое это расценить не могу. Таким образом, из двух ранее избранных мер пресечения по каждому фигуранту осталась только одна, срок которой истекает 17 ноября. Однако адвокаты считают, что по его истечению следствие найдет возможность и дальше содержать Мефедова и Долженкова в следственном изоляторе. Тем временем, операционный суд Одесской области оставил в силе меру пресечения в виде двух месяцев под домашним арестом командиру военного аэродрома «Школьный» подполковнику Сергею Григорашенко. Его обвиняют в невыполнении армейского устава во время конфликта с представителями торгового центра «Сити-Центр» на территории военной базы. По мнению прокуратуры, Григорашенко должен был отдать приказ подчиненным произвести выстрел в воздух, а затем, в случае необходимости, открыть огонь на поражение. В данный момент ведутся следственные действия. Самому Григорашенко грозит срок от 7 до 10 лет тюрьмы. Домашний арест, он предупреждает, что я не хожу на работу, ну по-простому, не выкуну свои обовески, соответственно, не получаю зарплату. Я вот, честно говоря, все-таки не понял, почему они решили, что я стану в загрозу, скажем так, и поэтому оставили то изменение. Может быть, кто-то не сильно разобрался, что у военных, там, допустим, в прокуратуре, в милиции есть еще там свои подзаконодательные акты, да. Моя вины нет, я уверен, это на 100%. Но, тем временем, областную федерацию фехтования обокрали. Грабители ночью вынесли из зала дорогостоящие оборудование и амуницию. Общий ущерб на сумму 5000 долларов. Тренеры уверены, что скоро шпаги, сабли и маски выставят на продажу где-нибудь в интернете. Дмитрий Богомолов разбирался в этой ситуации. Все ящики перевернуты, но искали они что-то ценное, но у нас... А здесь личная амуниция спортсмена, да? Да, и конечная амуниция, да, тут вот в этих сумках и находится спортивный инвентарь. То есть где-то и шпаги тоже вынесли? Да, конечно, где-то выносили прямо с сумками и туда уже вкладывали аппараты, катушки. Что именно в личных вещах еще, ну, мы со временем узнаем. Ограбление по адресу Новосельского, 75, произошло в ночь с понедельника на вторник. Главный тренер областной федерации Александр Васютин говорит, что в зал злоумышленники проникли через окно. Вот это перчатки, поэтому, ну что, какие отпечатки пальцев, если вот перчатка. Это ночью было? Это было прошлой ночью. По следам преступления видно, что грабители действовали сумбурно. Вскрыли кабинет директора и все перерыли. В первую очередь выносили компьютеры и дорогостоящую технику. Амуницию забирали с личными вещами детей. Вот здесь выломали дверь. Когда уже, вот мы, давайте мы тут пройдем, вот тут вот. Когда выломана была вот эта дверь, справа были компьютеры, ну, был у них компьютер. Здесь стояли тоже электроаппараты, которые вот для нас более всего ценные. Электрофиксирующий, эффектовальный аппарат. И какие-то сумки детские. Точно мы не знаем, еще не все дети были, что унесено. Но самое для нас больное, это то, что вот эти аппараты, они очень дорогостоящие. И приобретать нам будет их сложно. Общий ущерб наставник оценивают 130-150 тысяч гривен. В полиции пообещали найти грабителей. Не исключено, что инвентарь может появиться на OLX или других сайтах интернет-продаж. Это более дешевая маска, это нашего украинского производителя. Это немецкая маска. Поэтому эта маска стоит 100 евро, а эта стоит 270. Костюм тоже, видите, вот он делается из питания, пиваровой ткани, они пробиваются ножом. Причем бронежилеты. Держим пиваром. Вот с этого делается костюм. Вот украинский производитель, вот он дает там в районе 100, а уже немецкий производитель, венгерский, тот самый дорогий, он стоит 300 евро. По словам тренера, после серебряной медали на Олимпиаде Елены Кровацкой наших фехтовальщиков преследует злой рок. Главные надежды Одессы на мировой арене пропускают турниры из-за травм. Вся ставка на молодежь, а из-за грабежа подготовка к чемпионату страны и вовсе может быть сорвана. Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». На очередной сессии городского совета депутатам представили их нового коллегу. Им стал Александр Захаров из «Самопомощи». После этого народные избранники утвердили кандидатуру нового вице-мэра по вопросам деятельности исполнительных органов власти Светлану Бедрегу, а также рассмотрели ряд бюджетных и земельных вопросов. Мой коллега Виталий Хемий побывал в сессионном зале на Домской. По традиции в сессионном зале практически не было свободных мест. На этот раз рядом с начальниками департаментов горсовета вместо помощников депутатов сидели женщины предположительно пенсионного возраста. До конца сессии одесситки не досидели и на исходе третьего часа покинули здание мэрии. После утверждения повестки дня депутаты приняли в свои ряды нового коллегу. Место сложившего мандат Александра Барникова во фракции «Самопомощь» занял Александр Захаров. На сессии депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру нового вице-мэра. Начальник департамента финансов Светлана Бедряга теперь будет параллельно выполнять функции заместителя городского головы и курировать гуманитарный блок, которым ранее занималась Зинаида Цверенько. Направление из того социального блока, который был у Зинаиды Николаевны, я считаю, одни из самых сложных, одни из самых важных. В частности, направление здравоохранения. И на сегодняшний день это одно из самых сложных направлений не потому, что это здравоохранение, а потому, что это медицинская реформа. Хочу заверить в плане того, что на все комиссии, не только здравоохранение и другие, я всегда хожу, рассказываю. Так эта работа и будет продолжаться. Оживленные споры вызвала программа развития информационной системы градостроительного кадастра на 2017-2020 годы. Программа предусматривала выделение 5,5 миллионов гривен на обновление топографической карты города. Некоторые депутаты посчитали аэросъемку неуместной из-за дороговизны. Однако архитекторы настояли на ее необходимости. Качество такой съемки гораздо лучше того, что предлагают гугл-карты. В итоге программу поддержали 46 депутатов. Долго спорили депутаты и о внесении изменений в целевую программу замены и модернизации лифтов. Оппоненты мэра заявили о том, что модернизация себя не оправдывает. Даже новые лифты продолжают выходить из строя. Геннадий Труханов пообещал разобраться в проблеме, однако попросил коллег поддержать изменения в программу. Мы анализируем и постоянно в постоянном диалоге по этому вопросу. Что касается всего, что есть. Конечно, то количество, как сказал Анатолий Труханович, лифтов, которые мы сделали сегодня, есть и человеческий фактор. Где-то сыграет, играет какую-то свою роль, кто-то некачественно что-то там доделал работы. Для этого существуете. Вы депутаты Одесского городского совета, у нас в своих округах контролируете работу, вовремя давайте нам сигналы, передавайте их в наше подразделение Анатолию Ивановичу, он будет контролировать вопрос. И вот так вот общим контролем, общими усилиями будем приводить все в порядок. Также депутаты заслушали обращение депутата Украинской морской партии Сергея Кивалова Светланы Асеуленко к парламенту и правительству Украины. У государства огромный долг перед одесситами, которые претендуют на субсидию. Мы можем констатировать факт, что на 1 ноября нынешнего года задолженность государства по субсидиям городу Одессы составляет 133 миллиона гривен. Количество семей, которые не в состоянии оплачивать в полной мере свои элементарные потребности на жизнь сравнительно с прошлым годом, значительно увеличилось. И возрастает, к сожалению, с каждым днем. А по факту предприятия, не получающие в полном объеме средства, просто отключают эти семьи от потребления услуг. Большинством голосов депутаты поддержали обращение своих коллег из Украинской морской партии Сергея Кивалова. Я благодарна депутатскому корпусу, что поддержали данный депутатский запрос, потому что он более чем актуален. В преддверии зимы долг в 133 миллиона перед Одессой за субсидии, по начислениям за субсидии. Ну, знаете, это просто катастрофическая цифра. И я считаю, что премьер-министр должен незамедлительно вмешаться в эту ситуацию и принять меры. Тем временем, одесские патрульные устроили рейд на аварийных перекрестках города. Некоторые водители проезжали под запрещающий знак, а кто-то парковался рядом с остановкой городского транспорта. В данный момент мы выехали на рейд, отрабатываем места концентрации ДТП, то есть аварийно-опасные перекрестки. Их, к сожалению, по Одессе достаточно много. Почему уделяется внимание этим местам? Если брать период 10 месяцев этого года и прошлого, то наблюдается рост аварийности, наблюдается достаточно большое количество ДТП, в особенности по сравнению с прошлым годом. Минимальный штраф, который водители должны заплатить за такое нарушение – 255 гривен. Однако некоторым водителям сегодня все-таки повезло, они обошлись лишь предупреждениями. Они не являются грубыми, но в частности являются аварийными. В данный момент мы составили 5 постановлений с изысканием 255 гривен каждому водителю. Водители, которые нарушали правила остановки стоянки на данном перекрестке, на остановке общественного пользования транспортом, мы предупреждали. Один из водителей уверял, что ехал по навигатору, другой, что нарушил впервые в жизни из-за аварии на соседней улице, он решил объехать пробку. По навигатору реально ехал, реально не прокомментирую. Да вот это скажут, что по навигатору ехал или я не знал. Вот так вот, надо один раз нарушить ПДД и попасться. Я вам скажу так, меня полиция остановила первый раз за нарушение ПДД. Именно новая полиция остановила, останавливали просто для проверки документов. Полицейские говорят, что количество аварий за последнее время существенно возросло. За 10 месяцев этого года в Одессе и регионе произошло 1819 ДТП с пострадавшими, в результате которых более 200 людей погибли. Причем наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в Одессе происходит в субботу, во вторник и в четверг после 7 часов вечера. Репортер следит за событиями в городе и регионе. Оставайтесь с нами, будете знать больше. Счастливо! Счастливо!